Глава города Андрей Воронов посетил строящийся инфекционный моногоспиталь. На стройки побывала и наша съемочная группа. Подробности в сюжете. Сроки сдачи первых коек инфекционного госпиталя – ноябрь. Общая площадь здания – 8 тысяч квадратных метров. Начался монтаж потолков, идут внутренние работы по ремонту. Стелят линолеум с монтированной вытяжки в палатах. Система ТИОН. ТИОН? ТИОН. А что это за счет света или что это? Нет, это фильтр. Воздух с вентиляцией, вытяжка вся проходит через эту систему. То есть любая вытяжка, весь воздух, выходящий из помещения, обеззараживается. Это палата или палата? Это палата. А почему выход у каждой одежды? Да, палата же каждая с отдельным выходом. Отдельный выход для каждой палаты. Коридор – зона только для персонала. Боксы, как промежуточная связь, ожидают поставку кислородной станции. Там есть небольшая задержка. Понятно, тоже это все объяснимо, что сейчас завод работает на всю страну. И мы попали под этот дефицит. Но тем не менее, знаем, что станция профинансирована. И обещает поставщик 6 числа ее уже привезти. Это крыло госпиталя откроют первым делом неспроста. Здесь будет реанимация. И именно здесь сосредоточено все самое важное для борьбы с инфекцией оборудования. Новый рентгенаппарат уже привезли. КТ появится на следующей неделе. В этом корпусе врачи смогут принять самых тяжелых больных. Вся эта ситуация под контролем, по койкам. И мы увеличили фонд на НГХК. Нам любезно предоставили наши партнеры дополнительный корпус. Сейчас мы занимаемся открытием еще одного отделения на Индустриальной улице. Понятно, это приспособленные помещения. Это для легких больных. Город ждет именно для тяжелых. Потому что случай заболевания в тяжелой форме увеличивается. Мы должны все это понимать. И пока созданного запаса коек хватает. Но нужно быть готовым ко всему. А новый госпиталь обеспечит уверенный запас в 200 коек. Вербаранов, Феликс Рассейхин, телерадиокомпания «Сигма», для НУР-24.